здравствуйте вы попали на кулинарный канал доктора скачко если вы любите готовить овсянку на молоке с какао и у вас есть вздутие живота либо метеоризм периодически обостряется вегетососудистая дистония с мочой выделяются аксалаты кальция либо магния есть солевой диатез почках периодически обостряется цистит уретрит возможно уже есть мочекаменная болезнь и в перспективе остеопороз артроз суставов то я знаю что вы овсянку на молоке с какао готовите неверно этих всех сюрпризов для вашего здоровья можно избежать если вы знаете как приготовить овсянку на молоке с какао по методу диетолога скачко и в этом видео вы это узнаете важно учесть несколько правильно последовательно совершенных этапов чтобы приготовить реально овсянку на молоке с какао полезны для вашего здоровья И в этом видео вы узнаете, какое значение для того, чтобы уменьшить влияние негативной экологии на ваше здоровье, имеет вот этот простой аксессуар, который, думаю, есть у каждого из вас на кухне. Итак, как же приготовить овсянку на молоке с какао правильно? По методу диетолога Скачко. Первый полезный совет диетолога. Нужно правильно выбрать овсянку в магазине, супермаркете, либо на базаре. И я советую вам сразу обратить внимание на овсянку в воздухонепроницаемой таре. Только такая овсяная крупа безопасна и очень полезна именно для этого способа приготовления. Если вы хотите узнать больше, как выбрать овсянку в супермаркете или в магазине, в конце этого видео я дам ссылку. Там подробно разжевал, как разные способы хранения овсянки влияют на приготовление полезной овсяной крупы, овсяной каши. Второй полезный совет диетолога. После того, как вы купили выбранную правильно овсяную крупу, вот здесь вам понадобится дуршлаг. Нужно обязательно овсянку промыть. И таким простым способом, промывая под струей холодной проточной воды, вы свою овсянку можете избавить от тех не совсем желательных для здоровья примесей, которые могли появиться в пути с поля на вашу кухню у овсянки. И в этом случае овсянка станет более полезной и здоровой для вашего здоровья. Следующий полезный совет диетолога. Следующий этап очень важен. Особенно тем, у кого периодически, либо постоянно появляется вздутие живота, либо метеоризм. Отходят газы с запахом. Появляется неприятный запах от тела, изо рта. Иными словами, у вас есть дисбактериоз кишечника. И вам для того, чтобы уменьшить явление вздутия живота и снизить онкологический риск, нужно выбранную овсянку замочить в воде. Вы нужное количество овсяной крупы заливаете водой, чтобы только покрыло овсянку. И оставляете до тех пор, пока вода полностью впитается, а крупа увеличится в объеме. Особенно это важно для того, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний. На овсянке, которую вы готовили, исключив этот этап из приготовления, прекрасно развиваются возбудители грибковых инфекций. И одна из 20 теорий возникновения рака или более, это все-таки грибковая теория. И правильно подготовив овсянку, вы избавляете себя от необходимости консультироваться с врачом-онкологом. Хотите узнать больше? Книга есть, там много факторов риска, сведены в таблицы, в которых можно узнать вероятность развития онкологии лично у вас в различных органах, либо системах. Далее, следующий этап, ошибку такую совершают многие. Далее, просто берут молоко, добавляют овсянку. Не важно, вы подготовили ее, замочили или в сыром виде ее используете. И добавят до кипения, обычно добавляют какао. Вот здесь кроется большая ошибка, особенно для тех, у кого в почках есть солевой диатез или мочекаменная болезнь. Выделяются аксалаты кальция, либо магния. Периодически обостряется цистит, уритрит. Ну, а у кровных родственников рано проявились явления остеопороза, артроза в суставах, мочекаменной болезни, пилонефрит, хроническая почечная недостаточность. Вот эти все сюрпризы появляются, если вы готовите овсянку на молоке и потом добавляете какао. Я бы советовал вам поступить несколько по-иному. Пока овсянка впитывает в себя, овсяная крупа впитывает в себя воду, вы берете молоко, добавляете к нему при нагревании какао и помешивая завариваете молоко с какао. В этом случае у вас происходит интересная реакция. Та щавелевая кислота, которая есть в какао, она будет нейтрализована кальцием молока. И аксалаты кальция у вас образуются в кишечнике. Так как они в воде нерастворимы, они не могут попасть вам в кровь. Проходят транзитом по кишечнику. Да, кальций из молока вы не получите, но кальций, накопленный непосильным трудом на правильном питании в вашем организме, вы его не потеряете. Если же вы готовите на молоке вначале овсяную крупу, то крахмал, который здесь есть, он выйдет в молоко, заберет свободную воду. И у вас не смогут полноценно среагировать кальций с щавелевой кислотой из какао и нейтрализовать последнюю. С щавелевой киста попадает кровь. Нерастворимые аксалаты кальция или магния появляются у вас в крови. Выделяются с мочой. У вас падает уровень кальция и магния в крови. Появляется стрессовая активность, что очень важно учитывать, особенно женщинам. А выделение солей кальция или магния с мочой дает два события. Либо у вас солевой диатез или эхопозитивные включения в почках, которые имеют тенденцию к укропнению появляются камни. Либо аксалаты кальция и магния выделяются с мочой. У вас обостряется цистит, ультрит, простатит. В зависимости от пола понятно, у кого что может обостриться, если вы готовите овсянку с молоком. И какао неверно. Ну а остеопороз понятно будет. Кальций вы все время будете таким способом терять, если вы любитель такого блюда. Правильно готовить. Я вам уже рассказал. Овсянка замачивается в воде. В молоке при нагревании растворяете какао. Перемешали. И вот когда у вас уже какао растворился, молоко подкипает, вот здесь вы добавляете овсянку. И далее вновь второй раз доводите эту смесь до кипения. Овсянка у вас приготовится на молоке. И все риски, о которых я рассказал в начале видео, у вас будут минимальны. Конечно, если вы все сделали правильно, а какие-то заболевания все же у вас остаются, возможно, нужна дополнительная коррекция. Конечно, это профилактическое блюдо. Если у вас нет этих проблем, то они при правильном приготовлении овсянки на молоке и не возникнут. Если у вас какие-то заболевания есть, возможно, правильное приготовление уменьшит симптоматику. А если вы хотите больше информации, смотрите другие видео на моем видеоканале «Школа доктора Скачко». И там достаточно много полезной информации о том, как правильно готовить различные блюда и напитки. Но я уже точно знаю, что вы не совершите ошибку и будете правильно готовить овсянку на молоке с какао для вашего здоровья и активного долголетия. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, можете поставить на это видео лайк. Думаю, что интересная полезная информация для вашего здоровья была вами получена. Банальное вздутие живота – это не просто урчание в кишечнике. Как говорил товарищ Мечников, в позапрошлом веке минус 30% жизни на неправильном приготовлении овсянки. А нужно было всего-навсего замочить овсяную грубу в воде на несколько часов. И все! Этот риск у вас уменьшен. Патология суставов, почек тоже сегодня не самая простая. И много денег вам придется потратить на ее лечение, если вы не знаете, как приготовить овсянку для профилактики этих заболеваний. Поэтому думаю, что видео принесло вам пользу. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите вопросы в комментариях. По мере наличия свободного времени буду на них отвечать. И вы больше информации получите для своего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моих видеоканалах «Доктор Скачко» и «Школа Доктора Скачко» – это YouTube. А также «Школа Доктора Скачко» в Instagram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok